Всем привет, друзья мои! Сегодня я продолжаю снимать видео о спиннингах. И сегодня я вам покажу спиннинг от компании Волжанка. От компании Волжанка, модель Avache. И причем покажу вам в двух размерах. 2,10 и 2,40 с одинаковым тестом. Данные палочки имеют, по сути, разный строй. Один тест, разную длину и разные стыки, скажем так. Одна из них полутора частник, другая двухчастник. Двухчастное удилище предоставлено в размере 2,40. Полутора же частное удилище в размере 2,10. Тест, повторюсь, одинаковый, 300 грамм. Сейчас мы рассмотрим эти удилища поближе, и я покажу их строй. Данные удилища не имеют никакого тубуса. Они продаются просто в чехле. Ну, как большинство других спиннингов. Кстати, друзья мои, мало кто знает, что Волжанка имеет свое АТК. Каждый бланк удилища проверяется на АТК. И имеет свой серийный номер. Восяка, моя собака. Ты мне не будешь мешать делать обзор? Давайте распакуем данные палочки. Да. Люблю свою собаку. Люблю свою босяку. Босяка тоже любит меня. Босяка, моя собака. Что ты мне на луку скажешь? Иди вниз, давай. Поспи, я сделаю обзорчик. Итак, друзья мои. Давайте распакуем удилища и посмотрим их поближе. Начнем с размера 2,10. Повторюсь, данное удилище, это бюджетное удилище, стоимость которых в районе, наверное, ну, 3000 рублей, назовем так. Цены везде разные. В этот раз я взял запасную свою палочку. Ну, скажем, гостевую палочку. Чтобы, допустим, не показывать вам сильно, как все испачкано. В предыдущем фильме мне не очень понравилось, как смотрелось на макросъемке удилища от компании Sportex. Итак, друзья мои. Спиннинг имеет вот такую ручку. Вот такой бланк. В меру жесткий. Кто-то не морочит. Катушка-держатель у данной палочки очень мощный. Он полностью металлический. Полностью. То есть, вот данного плана катушка-держателя я наблюдаю крайне редко. Это полностью металл. Плюс дополнительно ко всему две контрагайки. То есть, реально силовое удилище. Вполне нормальной длиной ручки. Стенки бланка, конечно, сделаны не с идеальной точностью. Но более-менее. Ручка сделана из ЭВА. Также, друзья мои, предусмотрен упор для пояса. Заглушка держится довольно-таки крепко. Крепко. Колечки у данного спиннинга силовые. Очень качественные. Кольца посажены довольно-таки низко. Также спиннинг имеет петельку для зацепа приманки или застежки. Кольца, друзья мои, силовые. На двух ножках. Для бюджетной палочки, друзья мои, сделано все очень качественно. Качественно сделан тюльпан. Качественно установлены и залиты лаком кольца. Повторюсь, толщина бланка сделана, конечно, не идеально. Но вполне даже сносно. И бланк, друзья мои, довольно-таки толстый. Данный вид бланка не очень жесткий. Позволит отлично ощущать приманки небольшого размера. И в то же время вплоть до халок. До халкообразных, скажем так. Потому что сейчас уже, как говорится, оригинальные халки не очень популярны. А их реплики очень-очень даже популярны в ходу. Так вот, халкообразные приманки этот спиннинг вполне хорошо протаскивает. Бандосы без проблем. Ну и какие-либо другие кренки тоже. Маленькие приманки типа Сальма Харнет. Типа, значит, Юзури Хардкор, Цуребиты, Дип Крэнки 65-е. Или, допустим, похожая приманка от Zip Baits B-Switchers 4-х метровые. Мегабасики разнообразные. Из популярных приманок, скажем, наверное, еще можно назвать Косодака и ОНДД. Вот с такого плана приманками данный спиннинг вполне справится. Скажем так, неплохой бюджетный универсал с неплохой чуйкой. Повторюсь, из бюджета это, в принципе, вполне вменосная палочка. Итак, давайте покажем вам палочку 2.40. Данная палочка, я считаю, что она никак не подходит для моего вида троллинга. Никак. Давайте я вам сразу покажу строй. То есть данная палочка очень хорошо, наверное, завяжет рыбу, но в то же время, допустим, подтвичивать ей уже будет сложновато. Да? То есть анимировать приманку. Данной палочкой уже тяжеловато будет протащить, скажем, тот же самый агрессор халкообразной приманки, да? Вот. Она очень сильно загнется и нарушит нам какую-то определенную передачу в руку. То есть мы уже с сильным загибом палочки, ну, скажем, какие-то тычки уже не почувствуем. Мы будем видеть по кончику игру воблера, там, не знаю, поклевку какую-то. И то, опять же, деликатную поклевку, когда спинник у нас сильно загнут, мы не почувствуем. Он уже загнулся. И передать нам какой-то прям деликатный тычок он не сможет. Это надо понимать. Поэтому я для ловли судака, повторюсь, выбираю более жесткие палочки. Жестче даже, чем Avacha 2.10. Данная палочка уже двухсоставная. То есть имеет два колена полноценных, да? Первое колено – это не отдельная ручка, как у 2.10. Для сравнения вам вот покажу, да? Данная палочка уже двухсоставная. Все остальное в целом, все остальное в целом очень похожее, скажем так. Показывать колечки, я думаю, что смысла особого нет. Я вам сейчас, конечно, покажу. Покажу вам колечки, покажу толщину бланка. Значит, опять же, катушка-держатель, все аналогично. Длина ручки такая же. Поэтому здесь заострять внимание сильно не буду. Но немного сейчас вам покажу. Толщина бланка приблизительно одинаковая. Надо еще понимать, что здесь, как бы, да, бланк идет на сужение. Из-за того, что, значит, тут у нас бланк идет прямо с самого начала у ручки. А здесь у нас уже он где-то с середины. Ну, не где-то, а с середины. Спиннинг также имеет петельку для застежки воблера, там, приманки. Я не знаю, стоит ли говорить или нет, но вот эта часть усилена вот такой оплеткой. Многие на это заостряют внимание и тоже, как бы, считают, что это важно. Наверное, важно. Кстати, сделано довольно-таки качественно и красиво. На предыдущем удилище то же самое. Но само усиление почему-то сделано не так много по сравнению с этим. Это у нас полутора частник 2.10. Это 2.40. Вот второе удилище вы уже видите. И, в принципе, видите качество, наверное, заливки, качество колечек. Тюльпанчик от данного удилища. Я сильно не разбираюсь в качестве эвы, скажем так, но на вид, на ощупь вполне вминосное, скажем так. Вполне достойное. Не проминается. Также удилище имеет такой же упор. Здесь уже, кстати, вот бюджетные палочки, здесь уже колпачок сваливается. Чтобы он не терялся и не сваливался, сюда рекомендую подмотать изоленты. Ну, скажем, один-два слоя и одеть его. Уже проверено, тогда колпачок не потеряете. Итак, друзья мои, а теперь, наверное, самое интересное. Я сейчас соберу два удилища и продемонстрирую вам их жесткость. Вот 2.40, она уже лапша-лапшой в собранном состоянии. Удилища 2.10. Очень нравится мне у нее заход, довольно-таки жесткий. Кстати, по поводу захода. Вот такой глубины где-то у нас получается заход бланка. Вполне нормальный. У 2.40 удилища. А у 2.40 удилища меньше заход. А, нет, такой же, наверное. Или поменьше. Чуть-чуть поменьше, наверное. Да, друзья мои, что на самом деле еще приятно? Вот такие всякие мелочи. На конце бланка есть вот такая вставочка металлическая. Что, я думаю, тоже неплохо сказывается на какую-то прочность. Итак, перейдем, как говорится, ближе к делу. Ну что, друзья мои, это удилище 2.40. Оно гнется и гнется. Я даже боюсь его дальше гнуть, потому что, как бы, я упираюсь в стенку, оно продолжает гнуться. То есть, о чем я говорил. Спиннинг, если вот так сильно у нас огнется, передача уже по бланку будет намного хуже, если она вообще будет. А теперь, друзья мои, тоже 300 грамм, только размер 2.10. Спиннинг уже более жесткий. Упругий. Вот такой типаж нам нужен. Я даже люблю более, ну, жесткие палочки. Хотя, вот это вполне его нормально. И опять 2.40. Опять же, чтобы нам подсечь рыбу, представляете, сколько нужно продернуть плетенки? Постараюсь вам показать еще с другой стороны. Видите, как спиннинг продолжает колебаться. Это 2.40. С тестом 300 грамм. Это 2.10. Тоже 300 грамм. Он продолжает, конечно, играть, но амортизирует не так долго и не так много. 2.10. И 2.40. Ну что, друзья мои, как вы видите, одинаковый тест, не всегда одинаковая жесткость палочки. То есть, по тесту выбирать палочку неправильно. Это я к чему пытался вам подвести, скажем так. Палочки с одинаковым тестом, но с разной длиной, могут иметь разный строй. Могут. А могут иметь один строй. Это все зависит от разработчика, сколько, как, чего он туда каких-то составляющих включил. Если одинаковые составляющие, а длина разная, то, скорее всего, чем длиннее удилище, тем оно будет более лапшистое. Вывод я могу вам сделать так. Данное удилище, которое 2.40, оно вполне подойдет для ловли на донку, на тяжелые веса. Для ловли, возможно, может быть, сама не очень крупного, но опять же подойдет. Для ловли сазана подойдет, наверное, идеально. Не наверное, а подойдет идеально. Бюджетное удилище такой какой-то средний универсал для определенных целей. Качество вполне себе вменосного. Опять же, не знаю, как оно поведет себя при трофейной рыбе. Мне не доводилось вываживать трофейного сама на данные палочки. Если у кого-то есть опыт вываживания на данные палочки сова, скажем так, хороших размеров, скажем там 20, 30, 40, 50 килограмм. Ну, нормальных, миносных уже, совов они самят. Вы тогда поделитесь. Может быть, кто-то, опять же, использует на квок данный спиннинг. Хотя для меня это... Хотя для меня он, я считаю, что не подходит. Для квока нужен более жесткий, опять же, спиннинг. Ну, все равно, поделитесь своей информацией. Я, на самом деле, прислушиваюсь ко всем вменосным советам, вменосным комментариям. Я все впитываю и так же, как вы, обучаюсь, скажем так, продолжаю. Потому что век живи, век учись. Всегда что-то находишь новое. Ну, вот, на потрях я вам постараюсь показать его. Это 2,10. И это, друзья мои, 2,40. Остановите меня. Нагрузку делаю приблизительно одинаковую, друзья мои. Все это на глаз, конечно, но поверьте на мои ощущения. Вот я сейчас сравнил два... Ну, поставил в уровень два тюльпана. И, как вы видите, это еще раз я вам хочу продемонстрировать второе удилище. Можно было бы, конечно, подвесить какой-то груз и показать с подвешенным грузом данную ситуацию. Но я уже изгаляться не стал. Куда уже нагляднее, как говорится. Кстати, думаю, 2,40 удилищем хорошо будет бросать. Ну, как донку, какие-то приманки забрасывать. Данное удилище довольно-таки хлесткое. Доночный вариант. То есть, я ее, в принципе, вот взял бы, наверное, себе. Кстати, может быть, так и сделаю. Для ловли с борта или с берега. Да. 2,40 вываживает нормально. И оно такое, в принципе, довольно-таки хлесткое. Не знаю, видно вам будет или не видно, но... Мне бы потолок не порвать бы. Вот. А 2,10, конечно, это уже колышек. Не сильный, но колышек. Ручка для заброса, кстати, очень удобна. То есть, она... Вот эта часть довольно-таки длинная. Бросать очень удобно данной палочкой. Да, и забыл сказать. У данной модели, у Авачи, есть еще метр восемьдесят длина. Она еще, наверное, жестче, но у меня ее, к сожалению, с собой нет. К сожалению, было бы интересно еще сравнить метр восемьдесят. Вот. Я, возможно, как-нибудь доберусь до метра восемьдесят. Я, правда, не знаю, куда я... Ну, ради любопытства я ее возьму. Возможно, возьму на тест. Может, волжанка мне предоставит. Я буду доволен. Или просто приобрету, скажем, может быть, там по оптовой цене, я как-то ее отхвачу. Вот. Два-десять, еще раз вывод, отлично подойдет для троллинговой ловли. Причем мы как в один спиннинг, когда мы ловим на потычке, допустим, или мы не ловим на потычке. Вот, неважно. И также для стаканного троллинга она очень даже подойдет. Босяня, верни мой чехольчик, а. Босяш. Босяша. Босинь. Ну-ка, верни чехол. Кто воришка у меня? Зачем украл чехол? Ну-ка, верни. Ну вот, друзья мои. На этом, наверное, и поставим мы точку. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Комментарии, желательно, пишите добрые. Злые комменты мы баним. Да? Каждый может обидеть слабого. Все, друзья мои. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Пишите какой-то... Отпишите комментарии.